Здравствуйте, уважаемые ученики! Тема урока «Каково культурное наследие древнего мира?». Обрати внимание на цели урока. Сегодня ты узнаешь о роли письменности в жизни общества, о влиянии хозяйства на развитие науки, а также познакомишься с культурой древнего мира. Под культурой понимается все, что сделано руками человека. Это и поля, города, инструменты, орудия труда, все, к чему прикоснулась рука человека. Это не только материальные, но и духовные. Это и сказки, предания, язык, танцы, музыка. Все это относится к культуре. А все это вместе является культурным наследием, которое необходимо передавать из поколения в поколение, как самое ценное в нашей жизни. Культура возникла с появлением человека. Однако культура первобытных людей отличается от культуры цивилизованных народов. Одним из важных различий является наличие письменности. Обратите внимание, пожалуйста, на слайд. На слайде представлены два образца древней культуры – шумерской и египетской письменности. Шумерская и египетская системы письма возникли примерно одновременно. Они имели немало общего. Знаки письменности передавали как отдельные слова, так и слоги. Учиться читать и писать приходилось много лет. Значительное влияние на развитие письменности оказал материал для письма. В Египте это папирус, а в Месопотамии – глина. Египетскую письменность называли иероглифической, а шумерскую – клинописной. По примеру шумеров, клинописное письмо возникло у многих других народов Передней Азии. Оригинальные системы письма сложились в Индии и Китае. Китайская иероглифическая письменность стала основой для формирования письменности Японии и Кореи. Первоначально письменность использовалась для записи гимнов, для богов, описания каких-то героических сказаний. Но на основе этих сказаний постепенно появляется и зарождается литература. Одним из наиболее древнейших и известных эпосов является эпос «Агелькамеши». Это сказания о царе шумерского города Урука, который путешествовал, сражался, совершал различные подвиги. Древние сказания арийских племен, переселившихся в Индию, заложили основу древних поэм Индии, такие как Махабхарата и Рамаяна. Перед тем, как перейти к древней архитектуре, я бы хотел бы с вами вспомнить семь чудес света. Древние греки оставили нам сказания о существовании семи чудес света. Я бы хотел, чтобы вы сейчас внимательно посмотрели на карту. Вот именно в этих местах располагались семь чудес света. А теперь предлагаю вам заполнить таблицу, состоящую из трех столбов. Первое. Название чудо света. Где находилось это чудо света. И сохранилось ли оно до сегодняшних дней. А теперь давай взглянем на правильные ответы. Я надеюсь, у нас совпали с тобой ответы. И как ты видишь в таблице, единственным чудом света, который сохранился и дожил до сегодняшних дней, являются египетские керамины. Архитектурных памятников Древнего Востока ныне осталось очень немного, как мы только что убедились с вами на слайде. Великие пирамиды до сих пор поражают своим величием и загадочностью. В Египте сохранились также многие дворцы, храмы, гробницы. В Уксоре, Фивы, находится громадный дворец Аминхотепа III. Здесь же расположены великолепные храмы с множеством колонн в виде пучков папируса. Поражают красотой и остатки архитектурных сооружений Месопотамии. Ворота богини Иштар. Высотой 12 метров, выложены синим глазурированным кирпичом и украшены изображениями животных. Археологами на месте Древнего города Вавилона были найдены этаминанки. Это зиккураты, многоступенчатые культовые сооружения, строившиеся в Древней Месопотамии. На рисунке вы видите реконструкцию так называемой Вавилонской башни. Уважаемые ученики, до сих пор существует легенда о Вавилонской башне. Я бы хотел, чтобы вы дополнительно после урока узнали о ней, прочитав ее. В древневосточных государствах зарождаются научные знания. Все научные знания неразрывно связаны с хозяйственной деятельностью. Например, земледельцы должны были точно узнать дату, когда им производить посев урожая, когда им собирать. А для этого им нужно было уметь считать время. Время невозможно посчитать без наблюдения за небесными светилами, как Солнце и Луна. Так зародилась древняя астрономия. Астрономия – это наука о небесных телах. Еще в древнем Вавилоне жрецы могли предсказывать затмение Луны и Солнца. Сохранилось достаточно очень много записей на глиняных кабличках о астрономических наблюдениях. Одной из немаловажных наук, которая зародилась в древнем мире, является медицина. Медицина – это наука о болезнях, их лечении и предупреждении. Медицина очень хорошо развивалась в древнем Египте, в связи с тем, что египтянам очень часто приходилось бальзамировать своих усопших. Они получали, в связи с этим, очень хорошие знания о строении организма и анатомии тела. Славились и врачи Древнего Китая. Они открыли методы иглоукалывания, диеты и лечебной гимнастики. Цивилизации Востока и Запада уделяли много внимания таким наукам, как арифметика и геометрия. Арифметика – это учение о числах, обозначаемых цифрами и о действиях над ними. Геометрия – это раздел математики, в котором изучаются пространственные формы и законы их измерения. Еще первые речные цивилизации Инда, Ганга, Тигра и Ефрата начали уже апеллировать и использовать цифры и цифровые значения. Но особо успешно математические знания начали применять в Древней Греции. Всем известны имена древнегреческих ученых, таких как Пифагор, Евклид, Архимед. Древние греки оставили глубочайший след во всех областях культуры. Но мне бы сегодня хотелось бы остановиться с вами на очень интересном наследии греческой культуры, таком, как Олимпийские игры. Проведение Олимпийских игр древности На время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались войны и заключалось перемирие, а представители враждующих полисов проводили в Олимпии мирные переговоры с целью уладить конфликты. К участию в Олимпийских играх допускались все свободно рожденные греческие граждане. Рабы и варвары участвовать в Олимпийских играх не могли. Основополагающим принципом состязаний была честность участников. Перед началом соревнований они давали клятву соблюдать правила. Вход на соревнования был бесплатный, но их могли посещать только мужчины. Женщинам под страхом смертной казни запрещалось появляться в Олимпии в течение всего празднества. Первоначально Олимпийские игры занимали один день, затем, с расширением программы, пять дней и, в конце концов, растянулись на целый месяц. Обязательной частью античных Олимпийских игр были религиозные церемонии. По установившемуся обычаю, первый день игр отводился для жертвоприношений. Помимо атлетических соревнований, на Олимпийских играх проводился и конкурс искусств, с 84-х игр, ставший официальной частью программы. Во время проведения Олимпийских игр писатели и поэты читали вслух свои творения, художники выставляли на агоре свои произведения. После завершения игр скульпторам заказывали олимпийские статуи победителей, а поэты слагали в их честь хвалебные песни. Культура Греции оказала колоссальное влияние на культуру Древнего Рима. Римляне, долгое время бывшие ученики греков, позднее сами достигли больших высот в этой сфере. Древний мир подарил нам очень много открытий и изобретений. Давайте посмотрим с вами на экран. На экране представлены, на наш взгляд, самые известные изобретения Древнего мира, которыми мы пользуемся до сих пор. Винт Архимеда. Это устройство помогало поднимать воду. Древние китайцы научились производить бумагу, которой мы пользуемся по сей день. Компас, который используется практически всеми, тоже был изобретен в Древней Китае. Солнечные часы были изобретены в Вавилоне. Основной частью был гномон. Время определялось по положению тени, отбрасываемым гномоном. А также великим изобретением являются строительства маяков, которые помогали древним морякам. Подведем итоги урока. Культурное наследие Древнего мира оставило свой след в каждой стране, в каждом из нас. Это начало, колыбель всей культуры человеческой цивилизации. И задача нашего поколения не только изучить, но и сохранить культурное наследие Древнего мира. Спасибо за внимание. До свидания.